Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня разберем стих 5 и 8 Псалма 66 в рамках сотрудничества с порталом экзегет.ру, порталом библейским. Итак, Псалм 66 является Псалмом очень интересным, он очень компактный, в нем всего лишь 8 стихов, он очень лаконичный, но очень он возвышенный. И нам нравится, читателям нравится в этом Псалме то, что он исполнен хвалы, проставления, там нет ни одного указания на какие-то грехи, на какое-то раскаяние, там все исполнено таким возвышенным, торжественным мажором, как будто бы люди поют и ликуют, восхваляют Бога за его благодеяние и за его милость по отношению к... А кому милость? И вот возникает тут проблема, которой посвящен наш маленький разговор. Итак, нам нравится еще и то, что в этом Псалме он как будто вопрощен ко всему человечеству. Это Псалм общечеловеческий, Псалм такой по-хорошему экуменический, потому что в этом Псалме как будто бы автор иудей, древний автор иудей поднимает глаза от своего, от своей деревеньки, от своего города, обращает эти глаза на восток, на запад и поднимает очевидную вещь. Боже, как много народов обитает на нашей планете, на нашем континенте. И какое же отношение Бога к этим народам, а такое же, как и к нам. И этот Бог, Бог и наш, Бог и этих народов. И вот разберем сегодня стих 5 и 8, потому что в этих стихах и выражается это такая, по сути, новозаветная, универсалистская мысль. Итак, читаю по-славянски, обращаюсь при необходимости к другим разным переводам. Да возвеселятся и да возрадуются языцы. Вот, видите, языцы – это перевод очень хороший, потому что тут имеются в виду никакие не племена, даже не народы. Тут имеются в виду именно специфические племена и народы, язычники. В мировоззрении иудеев весь мир имеет деление на две части. Вот все люди нашего мироздания – это Израиль и не Израиль. Израиль – это дом Божий, это Израиль Господень. Не Израиль – это есть языки, народы, язычники, этносы. И вот объявляется, точнее, обращается с призывом автора псалма к Богу, с тем, чтобы Бог устроил бы веселье и радость среди язычников. Вера Израильева, она вызывает веселье и радость у язычников. Да возвеселятся и да возрадуются языцы. Перевод РБО – пусть радуются и ликуют племена. А почему они будут ликовать или радоваться? Для этого дальше есть два обоснования. Итак, первое обоснование, первый аргумент для этой радости. «Ты будешь народы справедливо судить» – это перевод РБО. «Ты будешь народы справедливо судить». Или вот еще перевод славянский. «Яко судиши людям правотою». «Судиш правотою». Другие переводы, например, «Ибо ты будешь судью справедливым всем народам, ибо ты судишь народы праведно». Это перевод синодальный. Вот почему радость и ликование? А потому что ты праведный судья. Слово еврейское, которое переводится словом «правотою», славянским словом, оно такое «мишор». «Мишор» и слово это имеет своим первичным значением такое значение. «Равнина» – ровное место. То есть как можно перевести? Значит, «Да вас веселятся и возрадуются языцы, якос, ведь ты судишь, делаешь суд над народами по равнине». На равнине, что ли? И да, на равнине. Вот Бог, Бог сидит, восседает на престоле. Собираются на ровном месте все народы. Да, ассирийцы, египтяне, перцы, греки, римляне. И как хотелось бы евреям, а также хотелось бы и новым евреям, новому Израилю, то есть церкви, людям церкви, чтобы какой-то был холмик, что ли, горочка. Чтобы на этой горочке находился народ избранный, Израиль, ветхий и новый. Тогда вместо равнины возникает у нас образ равнины и возвышенности, на которые собираются люди Бога, Божий Израилев. Однако, эта мысль здесь не присутствует, ее нет. Оказывается, Бог судит народами, народы, как будто они все на равнине. И раз так, то эта справедливость Бога вызывает у язычников ликование, потому что им дан шанс. Потому что их, все, что доброе у них есть, они сделали, это Богом будет адекватно замечено и адекватно оценено. Дальше. А почему еще радуются эти самые язычники? И языки на земли наставиши. Нужен перевод, не очень понятно, как это языки на земли наставиши. Итак, перевод Рыбу. Укажешь путь племенам земли. Перевод синодальный. Управляешь на земле племенами. Ну, как это можно понять? А так, что возможно, это уже толкование новозаветное, христианское. Ты однажды дал путь, дал откровение, указал направление для жизни, и язычникам тоже, всем людям. И, разумеется, мы находим в церковной истории реализацию этого стиха. В церкви все народы, народы и Израиль, и все прочие находят указания, как правильно жить. Бог как будто бы ставит всех их на одну общую дорогу, на один общий путь. Вообще, слово дорога, путь, это слово довольно знаковое, очень важное и в Ветхом Новом Завете. Например, когда говорится о правильной жизни, о жизни по заповедям, используется образ вот этого пути, правильного пути. Ну, в Новом Завете, разумеется, очень, этот образ дороги очень частотный, он очень такой, такой, один из самых основных. Помните, есть дорога, две дороги, точнее, есть пространный путь, ведущий в широкие врата, есть узкий путь, ведущий в узкие врата. Наш путь узкий, потому что он правильный, да, вот узкая тропа, но надежная. Там нет ни злодеев, ни разбойников, никаких плохих людей, там нас, мы никого плохого не встретим. Или еще, Господь говорит, я есть путь и истина, и живот. Слово дорога, это путь и дорога одно и то же, годос, от этого одометр, это слово было одним из самоназваний ранней христианской церкви. Когда не было слова еще христианин, христианизмос, христианству, тогда уже было слово ходос, дорога, либо слово еврейское дерах. И вот этим словом себя обозначали ученики христовы, либо ученики учеников христовых. И тогда, вот раз мы вот все это вычислили, прочитали в этом стихе пятом, мы можем сказать, действительно, как здорово, что этот псалом, этот стих такой универсалистский, как будто бы дается шанс этим стихом каждому-каждому народу. Дальше читаем стих шестой. Да восхвалят тебя Божие народы, все народы, да восхвалят тебя. Ликование, проставление является итогом встречи народа и Бога, персов и Бога, армян и Бога, грузин и Бога, русских и Бога. Хвала, проставление, радость. В этом стихе шестом, а стих шестой, это есть рефрен стиха четвертого, вот, повторяется стих дословно, видимо, эта мысль очень важна, этот призыв очень важен для автора текста, и он считает нужным в восьми стихах этого небольшого псалма, из которых один, это надписание, два раза повторяется один и тот же стих. Он очень важный. Важно прославить Бога после встречи с Ним. Вот, в этом стихе шестом используется уникальное, такое необычное имя Бога, точнее необычное, но обычное в необычных ситуациях, а именно Элогим. Да, мы знаем, что у Бога есть разные имена в Ветхом Завете, ну, очень разные, но нам сейчас важно два имени. Это имя заветное, так называемый тетраграмматон, Ехвх, от этого Яхва и Ехва образовано. Это имя, которое Бог сообщил не абы кому, а народу израильскому, вступив с ним в Завет. Поэтому там, где используется имя Ехвх, которое благочестиво заменяется при чтении другим именем Божьим Адонай, вот там имеется в виду уникальные взаимоотношения Бога и Израиля. А вот где используется Элогим, там мы имеем дело таким общефилософским, общечеловеческим элементом во взаимоотношении Бога и всего человечества. Если Бог – это божество, а про божество знают все народы, то Бог имеет отношение и ко всем прочим народам. Дальше пропускаем стих 7 и обращаемся к окончанию этого псалма. Итак, читаю. И вот тут мы натыкаемся, короче, мы натыкаемся, у нас возникает какая-то запятая, многоточие в таком очень законченном экономическом смысле этого псалма. Итак, только что мы говорили о том, что все народы Бога восхвалят, тут возникает знакомая нам ветхозаветная оппозиция. Итак, мы – они. Есть отношение, ожидаемое Бога к нам, и есть отношение, ожидаемое со стороны Бога к окружающим народам. Нам одно, им другое. Итак, давайте еще раз прочитаем и разберем. Благослови мы, Боже, да благословит нас Бог. Вот нас Он благословит. Как это благословит? Ну, Нас наградит. Нам нечто хорошее подарит. Нас простит. Наша стада пускай приумножит. Наши семьи пускай примирит. Наших детей пускай сохранит. Наши братья укрепят и так далее. Вот благословение Бога так действует. Пускай нас Бог благословит. Но еще какие-то есть концы земли, и им нужно убояться. И да убоятся его все концы земли. Вот такие другие переводы, тоже прочитаю. Перевод РБО. И пусть репещут пред ним люди во всех концах земли. Дальше. Перевод Левиного. Мира. Пусть почитают его во всех концах земли. И перевод Синодальной. И да убоятся его все пределы земли. Но разумеется, тут имеются в виду как раз вот те самые народы, этносы, языки, о которых мы говорили. Да. И вот получается нам благослови нас Божия, а им страх, боязнь и так далее. И в этом отношении все равно подспудно проявляется вложенное в генотип Ветхого Завета эта самая оппозиция. И оппозиция, друзья, ну, наверное, она правильная оппозиция. Все-таки, раз мы вступаем в членство, в этот самый народ по названию Израиль, либо Новый Израиль, мы как будто бы ожидаем, и наши ожидания закономерны, особого к себе отношения. Отношения его полного благодати. Итогом этого отношения является благословение Богом нас и наших людей, наших семей. И это, видите, никак против этого, как говорится, не попрешь. Да, вот так все устроено в религиозной жизни. И с кем мы, когда имеем дело с Богом, с кем мы желаем иметь дело. Да, вот. Ну, вот есть такой образ. Всегда можно сравнить отношения нас и Бога с отношением нашим и нашего папы, нашего земного отца. Какой папа, какой земной отец нам милее всего? Ну, два, две ипостаси, два варианта папиного нам приемлемы. Первый вариант, когда папа за нас, на нашей стороне, он нас поддерживает, независимо от того, правы мы или не правы. Но если вот не так, то хотя бы, пускай он будет справедлив, пускай он будет адекватен, пускай он будет судить по справедливости. Мы принимаем, если мы взрослые, и такого папу тоже. И вот тут в этом стихе восьмом заканчивается псалом тем, что, видите, сквозит. Это антитеза, это оппозиция. Нас благослови, а концам земли дай страх, пускай они убоятся. И вот, обозначив эту оппозицию, давайте немножко все-таки ее смягчим, потому что псалом 66-й сложнее и богаче всех таких вот бинарных, банальных схем. Итак, давайте будем немножко смягчать контрастность этого восьмого стиха. Ну вот, например, первое замечание, и очень важное. Бояться Бога – это не есть нечто такое второстепенное, нечто такое второго качества чувства, что ли, отношения с Богом, второго качества. Первого качества отношения – это благодать, благословение, а второго качества – страх. Вот этой мысли нет в Ветхом Завете. В Ветхом Завете все нормальные люди, и евреи, и неевреи, боятся Бога. Боязнь Бога – это есть нормальная форма проявления любви, почтения к Нему. Человек, боящийся Бога, достоин, на него можно положиться. Человек, не боящийся Бога, – это разбудник, это человек ко всему готовый и на все способный. С ним нельзя никакого иметь дела. Помните ситуацию с бедным Ионой, он на корабле, и вот всем понятно, ему понятно, что пора бы его за борт выкинуть, но моряки не желают это делать, потому что они боятся Бога. Они язычники, они боятся Бога, богов, высшего мира, но у них есть страх, и поэтому они хорошие ребята, они праведные ребята, и в книге пророка Иоанна много раз подчеркивается их праведность. Вот, у них есть страх Божий, поэтому то, что дается концам земли, это не то, что какая-то рыба второго свежести, это есть очень такое образцовое, нормальное, каноничное, благородная форма взаимоотношений Бога и человечества. Им будет дана возможность бояться Бога и в этом отношении быть Ему угодными. И Израиль боится Бога, и народы тоже боятся Бога. Дальше. Иду боятся Его все концы земли. А кто такие концы земли? А может быть и Израиль, это тоже есть какой-то конец земли. И раз так, раз у каждого народа есть свой конец земли, раз так, то тогда, получается, торжествует вселенский масштаб этого такого вселенского псалма, псалма общечеловеческого. Каждому народу дается от Бога все, да, каждому народу. И каждому народу дается путь и правосудие, и благоставение, и дар дается Бога, и защита, и евреям, и неевреям. И тогда оппозиция мы, они, как будто бы снимается, преодолевается, и мы имеем дело с новозаветным псалмом и с новозаветным смыслом этого древнего ветхозаветного текста. Дорогие братья и сестры, спасибо за внимание. Сюжет псалма 66 мы хорошо разобрали, поняли, что Бог – это Бог всех народов. Этот факт вызывает у всех народов хвалу и прославление. Нашим помощником в нашем разговоре является библийский портал exoget.ru. Спасибо за внимание, всего хорошего, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok